Детские досуговые центры и развлекательные студии закрылись одними из первых. С конца марта без работы сидят администраторы, аниматоры, ведущие диджея. Представители этой отрасли могут претендовать на финансовую поддержку со стороны правительства. Однако она полностью не перекроет расходы на аренду, коммуналку, зарплату и другое. Когда стало понятно, что болезнь не уйдет за неделю или за две, представители ивент-индустрии решили искать новые формы общения со своими клиентами. Это невозможно, потому что мы без денег, нам нужно как-то существовать и выживать. Но даже не это нас волновало, нас волновало то, что дети, которые попали в эту ситуацию, которые ждали этого праздника, а он у них раз в год, они остались без этого праздника совершенно. И кроме как вот дома они больше ничего сейчас делать не могут. Мама подарила им подарок, заказала где-то в магазине, да, она принесла его, предположим, доставили, она ему подарила и все. Один из вариантов, который придумали сотрудники агентства, стал квест. Задание присылали родителям по почте, маму с папой в домашних условиях его проводили. Ребенок искал свой подарок. И так создавалось праздничное настроение. Однако живого общения все равно не хватало. Тогда аниматоры стали осваивать интернет-пространство. Артист приезжал сюда в офис, забирал костюм, реквизит, выстраивал у себя дома эту сцену, мизансцену, задний фон и созванивался с мамой. И вот когда он начал выходить с ребенком на связь, эти ощущения, когда ребенок уже начинал радоваться, маму быстро поймали. И дальше мы начали делать в Инстаграм прямые эфиры абсолютно бесплатные, чтобы детки прям вот понимали и любили эту онлайн-анимацию. Юлия уверена, что за онлайн-анимацией будущее. Полноценного живого общения она не заменит. Это все равно, что смотреть спектакль в записи. Но тем не менее опытный артист может наладить контакт с ребенком и через интернет. Онлайн-анимация открывает новые границы, в том числе и географические. Однако не все агентства готовы на такой шаг. Ну, наверное, это связано, что все-таки онлайн-анимация, она требует большего затратника, внутреннего профессионализма, чем вот просто выйти и с ребенком отработать. Здесь ребенок, до него нужно прям достучаться, прям вот его добиться, этого ребенка. Внимание, он еще плохо иногда видит, связь она прерывается, иногда ты не слышишь. И это нужно прям вот ребенка держать своим вниманием. Поэтому здесь ты должен быть прям профессионалом. Как считает Юлия, открыться и начать полноценную работу ивент-агентства, особенно детские, смогут нескоро. И пока непонятно, в каком формате и как будут проводить праздники после пандемии.